Приветствую, дорогой друг! Добро пожаловать на вторую встречу культа. Не забудь поставить лайк, а мы начинаем. Рок-концерт Камерного театра на Булаке. Показки на трилогии «Три цвета» в Центре современной культуры смены. В мастерской художника. Творческая закулисье. 28 февраля в театре на Булаке состоялся рок-концерт. Камерный оркестр исполнил песни самых популярных рок-групп всех времен. Подробности в сюжете. Могли ли вы представить, что культовые песни рок-групп могут так звучать? Исполнение рок-хитов в оркестровой обработке – удивительное явление в музыке, который никого не оставит равнодушным. Оркестр молодежного театра на Булаке сыграл свою программу, собранную из популярных песен рок-групп. То, что вы услышите, это будет не просто рок, это будет некая классика. А еще и мы замиксовали немножко это с нашей академической основой. Зрители смогли не только насладиться живым исполнением, но и принять активное участие в самом шоу. Дирижер вел общение с зрителями, рассказывал истории и задавал вопросы. А благодаря тому, что все исполненные песни были известными, слушатели могли поддерживать оркестр, подпевая им. Публика бурно реагировала на композиции. И в конце еще долго звучали овации и аплодисменты. Каждый, кто хочет насладиться захватывающим шоу, интерактивом и рок-музыкой, может посетить рок-концерт Камерного оркестра театра на Булаке. Аделя Минулина, Александра Соломатина для культа. В центре современной культуры «Смена» состоялся показ культовой трилогии Кшиштофа-Ксельевского «Три цвета» — синий, белый и красный. История каждого фильма так или иначе основана на одном из девизов Французской Республики — «Свобода, равенство, братство». Ксельевский раскрывает эти темы на уровне отношений человека с человеком. Фильм учит принимать, прощать и любить того, кто рядом. Галерея художника Славы Зайцева представила арт-объекты, которые выполнены без использования красок. О задумке проекта и его воплощении далее в сюжете. На сегодняшний день мы можем увидеть много интересных и оригинальных выставок мира. Именно здесь и сейчас мы находимся в одной из таких. Давайте же погрузимся в атмосферу художника Вячеслава Зайцева и рассмотрим, почему же стоит находиться здесь. Персональная галерея и мастерская казанского художника Славы Зайцева — это то самое искусство, которое шагает параллельно с нашим современным миром. В галереи представлены картины и арт-объекты, которые выполнены без использования красок. Вместо этого художник использует обрывки глянцевых журналов, гвозди, нитки и скрепки. При этом картины почти не уступают реалистичности классической живописи. Наиболее значимую часть экспозиции занимает железный зоопарк — социальный проект, рассказывающий о том, как в погоне за природными ресурсами человечество загнало себя в экологический тупик. Здесь находится свежий творческий взгляд без границ рамок, который подталкивает пересмотреть свои отношения не только к искусству, а также к актуальным проблемам в обществе. Каждый желающий может посетить мастерскую художника в любое время. Более того, можно заплатить по пушкинской карте. С вами была Анастасия Белова и Александра Соломатина, специально для Культ. В театре на Булаке ставят спектакль «Кастинг» — короткие истории по мотивам знаменитых короткометражных фильмов о мире актерской жизни, кастингов и кинопроб. Спектакль поможет подробнее узнать о актерской жизни и найти ответы на интересующие вопросы. Наша редакция вводит рубрику «Рекомендасьон недели». Если вы не можете выйти из дома и посетить мероприятия, оккультуривайтесь дома. Редакция культа поможет вам с выбором. Из книг на эту неделю можем вам посоветовать рассказ американского писателя Джека Лондона «Мексиканец». «Мексиканец» — это рассказ о молодом боксере, который хочет помочь революции, берется за любую работу и не просит ничего взамен, а наоборот — приносит деньги, происхождение которых неизвестно. В финале рассказа главный герой выходит на замену в боксерском поединке против бойца намного опытнее и сильнее. Что же было дальше? Узнаем в книге. Книга Алекса Михаэлидеса «Безмолвный пациент». У художницы Алисии была идеальная жизнь — роскошный дом, безумная влюбленность, спрос на картины. Но однажды вечером Алисия пять раз выстрелила мужу в лицо и с тех пор не произнесла ни слова. Какие ответы скрывает героиня за завесой молчания? Ответ на этот вопрос вы найдете на страницах этого детективного триллера. С книгами разобрались. А что по фильмам? Предлагаем вам фильм «В твоих глазах». Фильм рассказывает историю двух абсолютно разных людей, которые находятся в разных городах и ведут совершенно отличающуюся друг от друга жизнь. Но они оба имеют мощную связь между собой и могут слышать и видеть друг друга на расстоянии. Встретятся ли герои? Узнаем, посмотрев мелодраму. Триллер «Психометрия» о интересных способностях, которые невозможно объяснить. Расследуя очередное преступление, детектив наталкивается на граффити, который во всех подробностях рассказывает о случившемся. Подозрение падает на художника, но после оказывается, что он здесь ни при чем. Просто у парня есть способности, выходящие за пределы человеческого понимания. Будут ли сотрудничать художник и детектив? Раскроют ли все тайны? Подробности раскроются после просмотра. Фильм это, конечно, круто, но иногда хочется погрузиться в историю надолго. На этот случай предлагаем вам сериалы. В сериале «Мальчик с оленьями рогами» милый мальчик Гасп, получеловек-полуолень, впускается под защитой мрачного друга в опасное приключение в надежде начать новую жизнь. Какие приключения его ожидают? Найдет ли он смысл жизни? Узнаем в фантастическом сериале. Существует ли сериал с отличающимися друг от друга сюжетами и настроением, где есть и страшные, и смешные, и печальные истории? Да, существует. И называется он «Комната 104». Каждый эпизод рассказывает маленькую историю, в которой обычно участвуют два-три актера. Причем жанр может быть любой. Триллер, комедия, драма или даже танцевальный номер. Но каждый сюжет посвящен важным переживаниям в жизни человека. Рекомендуем к просмотру. На этом наш выпуск подошел к концу. В студии была Полина Петрова. До встречи через неделю.